МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Анна Соловей. И вначале коротко о главном. За неделю в городе от гриппа привилить почти 7 тысяч человек. Продолжается прививочная кампания. С 1 октября открывается один из самых популярных видов охоты. Загонная. В это же время наступает и осенний-зимний охотничий сезон. В областной филармонии прошла диалоговая площадка, главными спикерами которой выступили молодежь и ветераны, о чем говорили представители двух поколений. Тема, которая не теряет актуальность. Молодежную политику и ее реализацию обсудили в Купаловском университете. Выявить кризисные состояния и помочь с ними справиться. В Гродно прошел учебный сбор с психологами Департамента охраны. Более 120 тысяч человек за 10 месяцев. Как зарекомендовал себя старый замок у посетителей и когда здесь появятся новые экспозиции? Тепло не только дома, но и на работе. С 30 сентября отопление включат в учреждениях образования, общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях. Соответствующее распоряжение подписали в Гродненском горосполкоме. Важно отметить, согласно документу, включение системы отопления производится на усмотрение руководителя по согласованию с энергоснабжающей организацией, а также включение системы отопления в учреждениях образования по усмотрению руководителя. Напомним, при среднесуточных температурах наружного воздуха выше 10 градусов, отопление будет производиться в режиме протапливания, максимально используя местные виды топлива с обеспечением оперативного регулирования подачи тепловой энергии. Продолжается прививочная кампания против гриппа, а вместе с ней против коронавируса. В осенне-зимний период увеличивается количество заразившихся острыми респираторными заболеваниями. Медики к такому готовы, но все же рекомендуют профилактику. Вакцинация – один из самых действенных методов. В приоритете группы риска – пожилые люди с хроническими заболеваниями, дети, беременные женщины, медики, а также педагоги. Им положена иммунизация на бюджетной основе. Препарат российского производства – гриппол. Им уже прививают несколько лет. Кроме того, есть французский. Этот укол ставят всем желающим платно. За неделю в Гродно от гриппа привились почти 7 тысяч человек. В рамках проекта «Гродно – здоровый город» проводится вакцинация от гриппа населения города Гродно. Грипп имеет свойство к изменению структуры ДНК. Поэтому вместе с вирусологи, с фармкомпаниями каждый год занимаются разработкой новых вакцин, которые будут актуальны в следующем сезоне. И еще потому, что вакцина от гриппа работает таким образом, что иммунитет держится не более 12 месяцев. Актуальным остается вопрос, можно ли одновременно прививаться от гриппа и коронавируса. В Министерстве здравоохранения в этом году изменили порядок. Вакцинироваться можно в один день в разные участки тела. Для тех, у кого нет такой возможности, необходимо выждать минимальный интервал между прививками – хотя бы в две недели. В Гродно от коронавируса привились свыше 70% населения. Ревакцинацию прошли больше 55%. Иммунизировать против двух инфекций медики могут и на рабочем месте. В городе практикуют так называемые мобильные бригады, которые могут выезжать на предприятия для вакцинации сотрудников. Кроме того, горожанам советуют придерживаться социальной дистанции и надевать средства индивидуальной защиты – маску – в местах массового скопления людей. Два поколения и одна тема для разговора. В Гродненской областной филармонии прошла диалоговая площадка, главными спикерами которой стали молодые люди и ветераны. У них разный взгляд на мир, но одна история, рассказывают модераторы диалоговой площадки. А ветераны могут поделиться выдержками из этой истории своим личным опытом. Дискуссия прошла под названием «Год исторической памяти – диалог поколений». Главными темами для рассуждений стали события Великой Отечественной войны, а также важные для суверенной Беларуси исторические периоды. Школьники, студенты и работающая молодежь готовили доклады, собирали данные из книг, находили исторические сводки, а ветераны войны и труда рассказали, как те или иные события отразились на их собственной жизни, ответили на вопросы подрастающего поколения. Диалоговая площадка состоялась в рамках областной декады «золотой возраст» и была приурочена ко дню пожилого человека. В преддверии праздника, конечно, очень важно и пожилым людям видеть заботу, внимание от молодых людей, видеть внимание к их мнению и уважение к их опыту. Ну а о молодежи, конечно, тоже есть о чем рассказать, есть чем похвастаться и есть чем гордиться, потому что, на самом деле, у нас очень хорошая молодежь. И то, какое количество патриотических классов, то, какое количество самых разных направлений творческого, интеллектуального, культурного развития интересует нашу молодежь, это, конечно, говорит о том, что мы вырастили хорошее молодое поколение. Молодежную политику и ее реализацию обсудили в Купаловском университете. Встречу привели в канун Дня учителей в рамках проекта «Молодежная медиасреда». Главными участниками диалога стали студенты, будущие журналисты и преподаватели. Первые уже определились в профессии и выстроили стратегию своего жизненного пути. Теперь стараются не упустить возможности для развития и нового опыта. Багаж знаний формируется каждый день. Очередная возможность поучаствовать, к примеру, в законодательном строительстве государства есть прямо сегодня. Важно смело задавать вопросы, быть инициативными и предлагать новые проекты, которые в дальнейшем вполне могут быть реализованы на практике. Самые интересные идеи не только поддержат на государственном уровне, но и, возможно, профинансируют. Такие диалоговые площадки, такие встречи для меня очень важны, как для представителя молодого поколения. Это возможность пообщаться вживую с теми, кто непосредственно участвует в законотворчестве, с теми, кто определяет общественно-политический курс нашей страны. И это возможность получить обратную связь, это возможность обсудить, возможно, подискутировать насчет текущей общественно-политической повестки. Именно поэтому на повестке также проблемы, с которыми сталкиваются студенты в повседневной жизни. Их общественная позиция, их работа как будущих специалистов в сети. Также обсудили вопросы исторической памяти и исторической правды. Мы долгое время были уверены в том, что наша молодежь растет и формируется рядом с нами. Так как когда-то мы стабильно, уверенно в завтрашнем дне, мы четко знали, что будет с нами через 5, через 10, через 15 лет. Мы программировали свою жизнь. Сегодня мы понимаем, что молодежь программируется не только рядом со взрослыми людьми, но и программируется еще за счет интернета, где очень много разной информации, которую необходимо правильно воспринимать, рефлексировать и делать определенные выводы. Республиканский учебный сбор с сотрудниками психологических подразделений Департамента охраны Беларуси прошел в Гродно. Тема – помощь в кризисных ситуациях не только самим работникам, но и их близким. Представители различных служб со всей страны приехали, чтобы рассказать о психологических особенностях человека в непростой момент его жизни и поддержать друг друга в профессиональном плане. Ситуации бывают сложные из самого разного спектра – от личных проблем до более масштабных. Один из приглашенных участников – практикующий психолог Павел Джулай. В своей работе он не раз сталкивался с кризисными состояниями и сегодня готов помочь сотрудникам органов внутренних дел. Когда человек попадает в это состояние, очень важно, чтобы он понимал, что с этим делать, и рядом для этого должны быть специалисты. Вот моя задача здесь – это организация психологической помощи именно в кризисных ситуациях. Кризисные ситуации ведь бывают разные. Это и разводы, и потери, и расставания, и какие-то просто жизненные проблемы. То есть то, что может повлиять на человека и может повлиять на его трудоспособность. Учебные сборы психологов Департамента охраны проходят ежегодно. Темы всегда подбирают актуальные, опираясь на процессы, происходящие в стране. Обращают внимание и на то, есть ли необходимость повышать квалификацию сотрудников. Багаж практики большой. При этом специалисты не стоят на месте, постоянно ищут новые формы и методы работы. Мы оказываем помощь не только сотрудникам, но и членам их семей. Очень важно услышать мнение, опыт специалистов из других областей. Данные семинары помогают получить новые знания для наших сотрудников, умения, навыки, обменяться опытом. И данные нововведения и свежие идеи помогают разнообразить нашу профессиональную деятельность. С 1 октября открывается один из самых популярных видов охоты – загонная. Сезон продлится до 31 декабря. В этом году вместе с ним открывается и осенний-зимний сезон охоты на пушные виды животных. В этот период будет разрешено охотиться на зайца-беляка и зайца-русака с дипломированными собаками. С 5 ноября к указанным видам добавятся также куница лесная, куница каменная, андатра, хорь и ряд других животных. Осенний-зимний сезон охоты продлится до 29 января. При проведении загонной охоты наиболее популярными видами охотничьих животных являются такие, как лось, кабан, олень благородный, олень пятнистый, косуля. При этом следует помнить, что для придобычи оленя, благородного, лося, разрешено использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 жоулей, а также гладкоствольное охотничье ружье с патронными снаряженными пулей, луки, арбалеты. Вместе с тем при охоте на оленя пятнистого, косулю, разрешено использовать гладкоствольное охотничье ружье с наряженной пулей или кортечью, нарезное охотничье оружие с дульной энергией пулей свыше 1500 жоулей, Породы и виды собак определяются по решению пользы охотничьих угодий. Охотникам следует помнить о мерах и требованиях безопасности. В первую очередь таких, как запрет выходить на стрелковую линию, стрелять по неясно видимой цели на шум или шорох, а также самостоятельно сходить с номеров. Нарушение этих норм является, как правило, основными причинами несчастных случаев. Незаконная охота влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин. С лишением специального права охоты и конфискации, либо без конфискации оружия. При причинении вреда может также наступить уголовная ответственность в виде штрафа вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет. При нарушении правил безопасности охоты на первый раз предусмотрена ответственность в виде штрафа до 15 базовых величин. При повторном нарушении в течение года ответственность существенно возрастает. Штраф до 30 базовых величин с лишением специального права охоты. Более 120 тысяч человек за 10 месяцев посетили первую экспозицию Старого замка. В городской достопримечательности и по сей день выстраиваются очереди из туристов. Чуть меньше года назад состоялось открытие первой очереди реконструкции архитектурного объекта, и он сразу начал пользоваться большой популярностью. За первые два дня работы Старый замок посетили полторы тысячи человек. Наплыв туристов сохраняется и сейчас. Начинается экскурсия по историческому ядру Гродно с внутреннего дворика. Здесь же первый экспонат – фрагмент оригинальной брусчатки, заложенной в XVI веке. Археологическую тематику продолжает и первый зал выставки. Здесь разместились предметы, найденные во время раскопок. Далее экскурсоводы рассказывают о жизни гродница в средневековые времена. В центре экспозиции находится специально созданный макет, отражающий устройство нашего города в XII веке. Выделить что-то наиболее интересное туристы не могут. Здесь важна и уникальна каждая деталь. Пока замок работает в пределах своей пропускной способности. Если во вторник, среду и четверг любой желающий может пройти на экскурсию свободно, то вот в пятницу, субботу или воскресенье сделать это сложно. Большой поток посетителей. Иногда сотрудникам музея приходится даже приостанавливать продажу билетов. Все потому, что для туристов пока доступна лишь часть первой очереди реконструкции. Вскоре откроются еще четыре помещения. Это алебастровый зал, королевская баня, жилье королевского секретаря и замковая каплица. Она, к слову, будет открыта первой. Это такое помещение, где, ну, можно сказать, маленький замковый костел. Там практически готово все, что требуется для его интерьера. Готовые витражи в окна, они уже давно готовы. Сейчас завершается монтаж и доводка росписи на потолке. Стены практически готовы. Но еще нужно будет доложить печь. Она уже сложена более чем наполовину. Но сейчас просто стоят еще леса, чтобы довести потолок. Новые помещения, если все пройдет по плану, откроются для посетителей уже в конце этого года. А пока особой популярностью у туристов пользуются даже не экспозиции. Рассказывают в Старом замке. А смотровая площадка, с которой открывается неповторимый вид на реку и за немынскую часть Гродно. Облачно, дождь, но тепло. Синоптики рассказали, каким будет начало октября. Солнечные дни, которые были в конце недели, сменятся облачностью и дождями. Их стоит ожидать уже в субботу. В Беларуси на 1 октября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков. При этом ночью воздух прогреется до плюс 10 градусов по Цельсию. Днем температура воздуха составит плюс 11, плюс 12 градусов. Возможен туман. ГАИ просит водителей учитывать этот факт, чтобы избежать аварий. В воскресенье 2 октября на погоду скажется влияние атмосферных фронтов, которые будут смещаться с Западной Европы. Кроме того, облачность сохранится. Также выжидаются дожди. Существенных изменений в температуре воздуха не предвидится. Впрочем, в начале следующей недели по-прежнему будет пасмурно, дождливо и туманно. Температура днем плюс 7, плюс 14 градусов по Цельсию. 5 октября прямую телефонную линию по налогообложению проведет начальник Министерства по налогам и сборам Октябрьского района города Гродно Дмитрий Михайлович Горбацевич. Вопросы можно задать по номеру, который вы видите на своих экранах. С 9.00 до 12.00. Телерадиовещательному каналу Гродно Плюс требуется на постоянную работу оператор и диктор новостей. По всем вопросам обращайтесь по номеру 62 07 86 с 8.30 до 16.30. Резюме отправляйте на нашу электронную почту с пометкой «Вакансия оператора» или диктора. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно Плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова